Приветствую вас, мои дорогие зрители, а также подписчики моего канала. С вами Данил. И, друзья, я надеюсь, вы помните, что я говорил в предыдущем видео. Из-за того, что уже наступила учеба, а я студент второго курса. И, получается, теперь я буду выкладывать одно видео в неделю каждое воскресенье. Так что, друзья, теперь видосики будут не два видео в неделю, а одно видео в неделю каждое воскресенье. Я надеюсь, вы это запомните и смиритесь с этим, потому что началась учеба. Прожимаю, кстати, буковку F, пресс-F, друзья, те, кто учится, пресс-F. В общем, друзья, сегодня седьмой день путешествия по Красноярскому краю. И, друзья, сегодня будет не озеро Инголь, а мы поедем, наконец-то, в другое место. И это будет, первое, круглое озеро, а во-вторых, это будет Красноярское море. Так что, друзья, берите печеньки, чаечек, шоколадки, там, доширак, пищу богов эту. И я желаю вам приятного просмотра. В общем, друзья, у нас сегодня седьмой день. И мы сейчас будем собираться и выдвигаться на АНАШ. Вот, сейчас будем разбирать палатку. Мама будет посуду там мыть, убирать. А мы с батей палатку будем разбирать. Все, друзья, палатку убрали. Сейчас вот этот тент у нас будет под квадроциклом. Вон, сколько вещей, вон, палатка. На, Анатолий, кстати, не забыть собрать. Дядя тоже, вон, собирается там. Мы вместе рванем на АНАШ. Итак, друзья, время почти 11 часов. Потихоньку собираемся, грузимся. Батя грузит прицеп, мама машину. Из палаток осталась у нас только вот биндюшка. Вот это вот. И, в принципе, все. Я, извиняюсь, забыл заснять, как мы выезжаем. В общем, уже выехали. Выехали на трассу. Вон водохранилище, смотрите. Тоже вид просто приколенький. Итак, друзья, у нас здесь вот такая вот вывеска висит. Рядом с этой вывеской идет вот такая вот лесенка. Вот сейчас мы по ней пройдем. Вот оно, это место. Тут вот еще скамейка есть. Вот такой вот тут ключ бьет. Ключка-то прозрачная. Вообще чистенькая, прозрачная. Ну, ее пить можно, она вкусная. О, она и хранится долго. Все, друзья, двигаемся на Шарипова. Уже подъезжаем к Шарипова. Здесь тоже, наверное, частный сектор есть. Ну. КНП здесь. Там где-то около цирки эти банк какой-то я сейф увозил. Да. На КНП. Здесь? Так, друзья, мы остановились, получается, около магазинчика. Сейчас родители сходят, закупятся. Ну, купят по мелочам так. Тут напротив еще такой магазинчик. Я еще жду своего друга. У меня он здесь, как раз-таки рядом живет. Сейчас выбежит, я с ним поздороваюсь. Все, друзья, выехали из Шарипова. Короче, мы сейчас едем на Парную. И там на Круглое озеро. А оттуда уже потом рванем через Ужур до Нашем. Ужур до Нашем. Там он даже спуске сразу в воду. Где? Ну вот был из дома, да, в комнаты. И прямо промеж дома идет спуск в воду. Озеро. Ну, наверное, тоже приезжают отдыхают сюда. Ну, домики, смотри, какие красивые. Они уже неплохие. А вон, они на воде стоят прямо. Ну, видишь, здесь вот прямо. Ну, конечно, что так не отдыхать. Дом состроенный на воде. Вот это им везет. А это нам может быть базы. Ну, а так бы нам состроиться бы на воде. Это база отдыха. Домики, где что-то можно снимать. Все, выезжаем из Парной. Здесь, где можно в просторе вставать, и никто тебе не мешает. Иголки, где это-то летит. Горы просто офигенные. Такие. Супка, попробуй заберись наверх. Тут на квадроке не поднимешься. Ну, и здесь-то слишком круто. Охренеть просто, ну. Обалдеть. Дорожка такая идет, и справа просто сразу озеро. На той стороне, кстати, вон тоже домики стоят. Супочки. Обалдеть. Ну, вообще. Необъятные, везде все не объедешь. Ну, здесь, видишь, тоже есть что посмотреть. А мне белье не понравилось. Вообще, скучная такая. Не деревья. А здесь, мне кажется, есть что посмотреть. О, коровы. Коровы бы, наверное, не запутали. Они ходят, но боятся, как в Индии. Как говорится, называется... Центральная. Как сорокина, видишь, как тебя мало в крыше. Ну, вообще. Видно, что лет по сто до марки. Надо было колесо снять у прицепа. Надо ей неглубокое еть. Честненько. Один с водой. Один с водой. А тут вода. Так, дядя нас подвез к месту. Смотрите, гора какая. Крутющая, крутющая. Просто ужас. Туда только на квадрике заезжать. Говорят, есть какая-то еще объездная дорога. Где она, только хрен знает. Вот какие виды. Вот какие виды. Даже если по ней рванешь. Так, здесь крутой подъем. Мы пойдем в обход. Там сложно подниматься. Это для обхода. Вот это мало. Просто это как-то... Ммм. Сумасшедший, кто любит адреналин. Кто любит кувырком вниз, да? Да. У меня и Артем сидел, и ты сидел на шее. И теперь Матвей. На маленьком просто почему-то никто не встает в основном. Ну, вот здесь я видел, люди располагались. Там выше, видимо. С той стороны, что ли, заезжали к леску. Там вот так вот идет. Тут не пресс, нам уж хотел дорога-то идет. Не, видишь? А, да, вот вижу. Как тут, она не знала, где. У нас горы обалдены. Леха молодой у немцев. Как рванул, показался, при этом голубь. Помню, виду, кстати, трина. Нифига. Ветером ушел. Санька переживает уже. Просто пошел подняться, и все, поднялся. Нормально. Пешком. Не, вот мы там на парной стрим на большом. Отстояли. Или дома сюда подъедем. Так, пойдем. Ну, не забирайтесь, все оставляйте там. Ну, машины так же пришли. Нет, мы не ведут. Мы же все, палатки собрали, все. О, собрали так же. За нами еще дороги мы сядем. Они за нами, никто не может понять. Я ему ждал, в Франции. В основном, это Франции будет. Спрашивай, а как это выйдет? А мы за вами. Да, они круглые, по-моему. Более овальные, да? Да. Вон люди стоят там. Если с того ракурса смотреть. Нет, а ну, вон добор подойдет, есть они. Да, знаю. Пойдем меня. Ну, вы можете топать. Да, ребят, конечно, я впервые приезжаю на это озеро, но вид обалденный просто. Народу тоже много. О, блин. Я в солнце. Спускаться здесь немножко проблематично. Ох, нифига. Запиздякнуться бы. Вон, вон, квадрики и линхай. Впервые вижу его в жизни. Китайчик. Впервые вижу его в жизни. Здравствуйте. Лебедку сами ставили или заводка? Нет, это все было на нем. Ну, ты можешь сам себе поставить вот так. Ну, конечно. Ну, видишь, что ты... Мы с тобой-то заходили в магазин-то там на этой... Ну, это я тюнинг уже сам. Где мы убрали эти... Ну, я впервые вижу линхай вживую. Мы отдыхали сейчас с калфу, но там все и скатали. Тоже по всем этим горам. У нас поларис. Да, поларис. А вот у него даже он на майке. Там, наверное, более полоток полоток. Ну, волкодав тузик. Только что искупались с батей. Как вода, нормальная? Ну, здесь, мне кажется, даже потеплее вода, чем она. А вон, ты видишь, сколько... Да. Тут у Лебки загорает, купается. Здесь, если бы вам с Димой, можно было бы выцепить какую-нибудь по жопе похлопать. Да. Озеро классное, реально. Я тоже искупнулся. Мне понравилось. Оно реально потеплее, чем Инголь. Классное. Два квадрика увидели. Вот здесь вот линхай стоял. Он сейчас туда в гору уехал. И там вот дальше вот за кустами получается стелс-гепард стоит. Тоже получается, как бы на одной стороне купается. Потому что не видно на том берегу, не видно по берегам. Тоже сильно не видно везде. Так вот немножко здесь и так. Ну, гора крутая. Ну, это да. Вот мы оттуда, кстати, спустились. Вот водопад. Ой, Батти, повезло. У Батти обувь хорошая, а у меня сланцы. Паркур это новое движение. Хорошо, что тут камни как-то... Более-менее. Можно держаться об камни. О, бля. Один хер соскальзываешь. Ох, блядь, не пиздякнуться бы туда. Ну, давай это я... Включай. Я видео давно включил. Вау. Сажусь, засниму все. Обалденно. Ну, Батя. Давай вот сюда. Откуда это? Вот, смотрите, какой водопад и вниз, и вот сюда, вверх. Видите? Вверх, потом вот идет туда вниз. Самый низ вот. Вот, смотрите, какой водопад. Сверху тут, наверное, это, солнце засвечивает. Камни такие. Во! Все вот такое. Вот и уходит оно туда, в то озеро. Там Данил стоит. Вон там, на горе. Вот вам в селфи весь водопад я вам заснял, пока вы там, блядь, сидите вверху. И потом он убегает. Смотрите, куда. Вот сюда. Сейчас посмотрим. Сюда в озеро прямо уходит. Вот оно, смотрите, уходит вот сюда в озеро. Там, смотрите, какие горы, какая красота. Наши машины, вон, видите, там вон стоят. Сейчас пойдем тоже за машиной. А, подниматься уже. Вот озеро круглое, а вот малое. Обалденно. Вот здесь водопад. Только что поднялись оттуда. Конечно, друзья, перепад очень ощутимо виден. Просто посмотрите на круглое озеро и на малое. Малое ведь это? Да. Не, вот это малое ведь. Это малое, а это кругленькое. То кругленькое, а это малое. Перепад вообще очень сильный. И вот это, получается, выше, это ниже. И, получается, тот водопад, это он идет с круглого озера и впадает в малое. Такая тут тропинка. Можно по верху пройти, можно по низу к водопаду, если что. Нет, тут обалденно, ребята. Ну, мне, по крайней мере, нравится. Я первый раз здесь, мне дичайше нравится. Просто. Обалденно, просто обалденно. Еще на те бы горы съездить. Но это уже в другой раз. Как-нибудь. Просто сейчас нам надо ехать еще на наш. Надо на паром еще успеть. Что ж, друзья, после озера Круглое мы рванули через Ужур в село Новоселово. Там мы должны были успеть сесть на паром, чтобы пересечь реку Енисей. И там заехать в деревню Анаш. И там уже рядом с деревней Анаш есть места рядом с рекой Енисей. Можно было встать у берега и там уже расположиться и отдыхать. Собственно, туда мы и направлялись. Тот паром платный? Тот платный. Что-то вокруг люди стоят. Люди заезжают. Вон еще сколько машин. А они все не войдут. На той стороне тоже ждут. Там платный паром. Мы селены бесплатно. Мы в машине сидим все. Не хотим выходить. Да такой холод, что там делать. Едем отдыхать, танцевать. Отдохнули на Инголе, блядь. Поморозились несколько ночей. Да не несколько, а все ночи. Дальше поехали. Неизвестно, что там будем. Ну не похоже на лето, что вот именно будем это и ночами тепло. Ну солнце выглянет более-менее. А потом в целом холодище. Все, лето очень плохое. Даже апрель месяц. Ну весна была теплее. Весна вообще была жарко, звездец. А вот самолета какой-то не очень. Ну сейчас очень плохо вообще. Ну вот раньше ездили, это аж в плавках спали были. Такие теплые. Я такие дни не представляю. Я не помню, чтобы я на Озеренголе в плавках спал. Ой, да ты что, всегда жарко было хорошо. Это вот эти последние. В том году, по-моему, такое тоже холодище не было. В том году нет. Почему было, по-моему? Да ну такой, как сейчас не было. Нет, это было холоднее, да. Но в прошлом году тоже были, в принципе, такие прохладненькие ночи. Ночи сильно холодные вообще. Ну и все люди и говорят, что нету такого, что как бы вечерами можно было отдыхать. Мы вот раньше брали одежду зимнюю. Ни разу, ни разу не одевали ее. Ни кроссовки, ничего. Еще в шортах, так и это весь вечер протолкаешься. Время 7.57. Мы почти 30 минут плыли. То есть достаточно быстро. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поставили чайник кипятиться Да-да-да, вот в этом углу мы будем, получается, разложим себе с батей Будем здесь спать, потому что мама с Матвеем будет в машине спать И то под наклоном, скорее всего, будет неудобно Вот Вот поставили стол, пока что расставили, все С батей заварим себе два доширака Батя пьет пиво, я пью сок Жрем чипсы Я сейчас еще вот эту херню открою буду Завтра посмотрим Ну, скорее всего, уедем То есть, посмотрим, но, скорее всего, уедем Субтитры создавал DimaTorzok